при увидите это кабанчики в истории и мы продолжаем значит я наконец-то нашел кабана вот на этом острове я уже их всех зарубил нафиг и кабана и орла еще и вдобавок и акулу которая жрала мой плод значит все у меня хорошо все в ажуре я только их завалил чуть-чуть немножечко ресурсиков пособирал сейчас мы с тобой этот остров вместе обследуем не переживает но прежде чем мы туда отправимся мне нужно собрать свой урожай и посадить новый у меня тут картофан арбузян короче все очень выросло как надо значит это по-новому все посадим слава богу сюда чайки не долетают они сюда не могут попасть и поэтому все растет как надо дверки закрываем помимо этого кстати у меня что-то уже все пожарилось можно и картофан на гарнирчик сделать помимо этого я хочу сейчас сделать вот это вот устройство вот это вот устройство для переработки у меня в принципе все уже собрано я все подготовил все перепла нет я переплавил но не собрал пойдем сходим пойдем сходим вот у меня здесь железо 2 слитка ух бомбочка сейчас будет болты вот это забираем микросхема где-то у меня тут валялась а у меня кстати было два слитка зачем я еще сделал ну да ладно неважно пластик у меня есть все изготавливаем эту штуку по ее моя какая она здоровая но слушай и наверно надо поставить все таки где-то здесь где-то вот есть личное место нашел во вот это бандурина слушай как будто завода спер и да ей нужно будет электричество батареечка батареечка давай отсюда свистнем у меня есть где-то батарейка в запасе нас искать долго поэтому я вот так вот составляю и и чем мы сюда можем сюда что-то нужно кинуть у меня что пойдем чертеж у меня есть чертежи давай их попробуем сюда скинуть вот проверим как это все будет работать так чертежик выкидывайся а это не так работает что ли разве я не понимаю может пластик как бы пластик это вторсырье почему бы нет давай попробуем пластик вот у меня куча пластик о положить пластик, смотри. Вон я его положил. Ещё положить, ещё. Сколько его выложить? Ух ты! Смотри, как там прибавляется. О-о-о! Пошло, пошло, пошло. Оно спрессовало там всё. И чего? Что-то должно получиться. Давай ещё пластик. Весь пластик туда положу. Смотри, маленький кубик. Маленький кубик я получил. Прессованный мусор. Хочу попробовать туда закинуть деревяшки. Посмотреть. Да, деревяшки тоже подходят. А как насчёт пальмового листа? Он туда кинется? Ой, пальмовый лист закидаешь. Отлично. Короче, я уже минуты три наверное стою, смотрю, как он вот это вот всё дело прессует. И кубика моего здесь нет. Я почти там уже весь бак сырьём заполнил. Но эффекта никакого. Ладно, пускай она там мудрится. А мы пойдём по своим делам. Пожрём картошечки на дорожечку. И десерт, конечно же. Десерт без него прям никуда. И вот теперь можно бежать. Бежать по всем своим делам. Погнали! Бежим, конечно же, мы сначала к нашему ларьку-марьку, чтобы предложить ему кубик мусора, который мы тут... О, ламы! Тут есть ламы! Погоди, а вот это что, местный огород здесь, что ли? Вау! Да. Короче, я думаю, что мне нужно будет сделать сеткомёт. Поймать ламу, и скорее всего, здесь есть ещё и курицы. Надо сеткомёт, по-любому. Ой, места мало. Чертежи выкидываем, они нам больше в жизни никогда не понадобятся. А это забираем. Давай посмотрим, что в посылке нам попалось. Ух ты! Алоэ вера! Цветок какой-то. Итак, магазинчик. Что я могу у тебя купить? За один кусок мусора прессованного я могу купить обычных червей. Либо 20 пластика, либо 10 доски. Короче, всё, что я переработал в этот прессованный мусор, я могу обратно купить. А вот если что-то хочешь посерьёзнее, например, рецептики, то это уже валюта. Мони-мони нужна. Смотри, тут шкаф есть. Шкаф! Нужно 6 прессованных кубиков мусора и 6 монеток. Я понял. Короче, я покупаю наживку, потому что на эту наживку я смогу, скорее всего, поймать что-нибудь вот из вот такого вот. И в дальнейшем продать это всё за монеты и получить репутацию. Так что покупаем наживочку. Спасибо. Тут даже костовый аппарат работает как надо. О, блин! Уже повечерело. Что-то я долго шопился сегодня. На, браточки, сейчас дровишек нарубим. Костер ищешь оба разжечь. А, черт из 2 ты нарубишь. Места нет. Картошку тогда надо сожрать. Готово. Мне вот теперь дико интересно. У меня там эта перерабатывающая машинка переработала что-нибудь или... О, целых 2. Круто. А что по аккумулятору? Блин, ничего взять не могу. Мои штанины слишком наполнены. Место есть. Подбираем всё. Значит, по батарейке. Да, батарейку изърядненько так подъела. Мы её возвращаем обратненько. Она нам ещё пригодится. А я тем временем иду рыбачить. Попробую кого-нибудь поймать. Достаю свою длинную удочку. И наживочку. О, сразу червячок появился там. Прикольно. Ну, давай. Ловись, рыбка большая или маленькая. Опа. О-о-о. Тянем, тянем. Что это? Острый карп. Закидываем ещё разок. Уимнисцентная креветка. Вот её-то можно продать. Сетка жуй. Ху-ху-ху. Вот это у меня лов сегодня. Я таких никогда в жизни не ловил. И на последнего червячка снова люминесцентная креветка попалась. Уровень 1. Светится меньше, чем можно было подумать. Давай-ка я её возьму. Просто в руки посмотреть, как это всё дело выглядит. Вот карп. Карп в руки не берётся. Люминесцентная креветка тоже в руки не берётся. Потому что разработчики поленились и не сделали для них 3D-модельку. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, жопы вы. Ленивый вы, жопы. Можно было и модельку нарисовать. Вернулся я. И не с пустыми руками. Давай торговать. Давай торговать. Значит, 2 креветочки. Продать. О, 2 монеточки. Есть за 2 креветочки. Дальше. Сетка жуй продаётся. И острый карп продаётся. Теперь я покупаю у тебя, значит... А сколько мне ещё надо для шкафа? Минутку. Ещё 2. Значит, мне одной горстки червей должно хватить. Покупаем. Ой-ё-ё. Пить захотелось. Пить захотелось. Давай-ка арбуз попьём. Почему бы и нет? Он хорошо утоляет жажду. И ананасик заберём. Всё равно эти грядки никому не нужны. Ну и, конечно же, ягодки. Ягодки тоже тут никому не нужны. Хотя лама, возможно, их хомячистая лама я не вижу. Она, вон она, кстати, ходит. На оборотня в ночи, похоже. Манго! Манго надо ещё забрать. Слушай, я тут кучу всего понасобирал съедобного. Если посмотреть в мой инвентарь, вот так вот, то покажется, что я фрукторианец, ё-моё. Манго, ананасы, тут ягоды. Чуть червяки не в счёт, но и рыба тоже лам. Ладно, ладно, не фрукторианец. Продолжаем нашу рыбалочку. Хочется чего-нибудь такого экзотического поймать. Необыченького, что раньше не ловил. Ну, сейчас посмотрим, что попадётся. Опа! И острый карп. Короче, за четыре наживки поймал два карпа и две клюминесцентные креветки. Пойдём менять. Но не сейчас. Сперва мне нужно сеткомёт сделать. Сеткомёт. Хлам, пластик. О, так у меня это всё есть, в принципе. Вот и всё. Сеткомёт готов. В доли секунд. Единственное, только для него сетки нужны. Патронов нет. Хочу посмотреть, как... Ого! На огнемёт похоже, да? На огнетушитель. Ну, ничего себе, вот это стволище. Ээээ, опасный кабан. Просто дерзкий, я бы даже сказал. Охота на зверей начинается. А в виде прицела-то вилка. А где ты вилку вообще нашёл? Я до сих пор руками ем. А ты вилку, значит, надул на ствола прицепил, скотина. Так, ну если я не ошибаюсь и не подводит мне память, сеть-ловушка должна нам подойти. Но лучше спросить у рабочего стола. А, во, патрон сеткомёта. Слушай, чтобы его сделать, нужен взрывчатый порошок. А взрывчатый порошок у нас добывается из взрывной рыбы. Надо её поискать. А я жрать хочу. Где у меня там отбивная акулия? Значит, сейчас мы отправляемся с тобой под воду искать эту взрывную рыбину. Остров большой. Надежды найти эту взрывную рыбину, в принципе, есть. О, вот она. Вот, кажется, это она. Кажется, это она. Так. Промахнулся. Надо потом стрелы только подбирать. Попал? Кажется, попал. Ну, вроде бы, это она взрывная. Страшненькая такая. Ей, я её убил. Я её убил. Замочил. Сейчас, сейчас, сейчас. Взрывной клей. Да, кажется, вот из взрывного клея можно получить взрывной порошок. И это то, что нам нужно. То, что я искал. А где-то тут ещё стрела моя должна была валяться. Блин. Походу, профукал. Ладно, пойдём делать этот взрывной порошок. Берём взрывчатый клей. И закидываем его сюда. В надежде, что это нафиг не бомбанёт в моей плавильне. Пойду ещё клей этот поищу. Твою ж, налил. Я только сейчас осознал, что я сейчас сделал... О, курица, пожалуйста. Вот она здесь бегает. Прикольно. Короче, я только сейчас осознал, что я сейчас порошок этот потрачу не на сетку, а на изучение изготовления сетки на рабочем столе. То есть, у меня не будет всё равно патрона. Мне нужна ещё одна взрывная рыбина. И, кажется, я её нашёл. Привет, пупсичек. Какой у тебя стрёмный взгляд. Ты похож на моего преподавателя. Преподавателя по невежествам. Не-не-не, она похожа на Франкенштейна. В любом случае, рыбина, спасибо тебе за взрыв, порошок. О, целых две. Целых два клея взрывных. Самый прикол, что я с этой рыбиной ещё как-то умудрился бошку оторвать. О, целых три. И можно её как-то... А, подожди, голова, иглобрюха. Просто голова. Но надеть я её не могу. Ммм, печаль. Я думал, я смогу натянуть как-то её на своё личико. Ну, чё там у нас по порошку? Готово. А, блин, места нет. Надо чё-нибудь сажать. Ну, давай мангу. А, не, вот, у меня тут рыбина есть. Рыбину съедим, это забираем. И новое туда засыпаем. Во! Пойдём изучать порошок, значит. Порошочечек. Вот так вот. Изучить. Патрон готов. Теперь мы знаем, как его мастерить. И для этого нам понадобится один порошок, камень и верёвка. Вообще ерунда. Всё это есть. Снимаем батареечку. Батарейка, прости. Тебе придётся потрудиться. Прикинь, всё. Я забил её под завязку. Больше туда не закинуть никак. Где там мой порошок? Готов? Готов. Порошок готов, значит. Две сетки. Ну, ладно. Сейчас три сетки я сделаю. Изготовлю. Берём, значит, камень. Делаем верёвки. Во! Отлично. Изготовить, изготовить. И ещё один порошочек и камни где-то у меня должны были валяться. Камней не оказалось. Я их все потратил. Видимо, на якорь. Будем сейчас добывать со дна морского. Вот они мои. Камушки. Лежат и ждут меня. Как раз изготовился взрыв-порошок. И изготавливаем последнюю сетку. И идём дрыхнуть. Надеюсь, что к утру у меня здесь будет... О! Первый появился. Тогда закидываем ещё. Хлам я. Решил туда хлам закидывать. Его как-то меньше нужно для одного кубика. Ну, а я дрыхнуть. Надеюсь, с утра там будет куча кубиков. Так, я проснулся. Я проснул. Не, нифига. Ничего тут нету. Капец. О! Я ещё вспомнил. У меня же там должны чайки сидеть. Ну-ка, дай их гляну. Реально сидят, тусядут. А ну, пошли вон. Пошли вон. Я здесь лужайку скоро сделаю. Я, кстати, реально думал здесь лужайку сделать для своих питомцев. Которых скоро поймаю. Боец вышел на охоту. Патроны есть. Сперва буду ловить ламу. Она побольше. Её проще будет поймать. Надеюсь, что она не... Не это... Чёрт, она шуганулась. Лама, лама, лама. О! Поймал с первого раза. Роскошно. Так, значит. Нести. Да, я хочу её нести. Забираем. Патрон можно? Патрон можно? Так, если я её положу... Блин, зря я это сделал, да? Если я её положу, то она сразу убегает от меня. Минус один патрон. Так, подожди. Лама, беги ко мне. Беги ко... Вот я дурачок. Ой, вообще. А чё ты? Подожди, я её, кажется, поймать могу. Я просто её беру и... То есть, если ты её один раз её поймал, то ты можешь её потом руками уже ловить. По всей видимости. Ну, чё, потащили. Потащили эту ламу к себе. Выглядит это, конечно, очень смешно. Кабан тащит ламу. Она больше, чем я. Проще было бы, чтобы эта лама тащила меня. Ну, я думаю, что первый этаж для ламы не подходит. У неё башка слишком высокая, как жираф. Уши, смотри, прям в потолок упираются. Поэтому на второй... Нет, я даже думаю, что где я лужайку хотел делать, там и ламы будут у меня тусить. Вот так вот. Чайки обрадуются, что у них тут новый друган появился. Прежде чем я отпущу это прекрасное создание, нужно его обозвать. Я буду звать тебя Малыш. Малыш, готово. Ой, чайки прилетели. Ну всё, куда ты? Я думал, он сейчас упадёт. Короче, здесь нужен забор. Нужен забор. Друган, ты только не упади, а я есть хочу. Я сейчас, блин. Я даже не знаю, как тебя здесь оставить. А там же акула плавает, она же тебя сожрёт. Акула плод мой жрёт. Чёрт, я есть хочу. А, нет, я пить хочу. Где пить-то у меня есть. Ёлки-палки. Она откусила мою сетку. А где лама? Лама, лама, стой, 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 стой. Фух. Так, я понял. Я понял. Я понял, я всё понял. Ты будешь спать на моей кровати здесь, туси. Ёлки-палки. Я как... И вправду не зря я тебя малышом назвал. Буду, походу, с тобой нянчиться, да? Ну ты дал, так дал. Но лужайку тебе всё равно нужно сделать. А то чем ты будешь питаться? Ммм, нужна грязь. Я как раз на каком-то острове грязь откапывал. Где-то у меня была. Во! Две штуки как раз. На дну должно хватить. Стой. Ты туда не... Нет, туда тебе нельзя ходить. Не-не-не-не-не. Дверь закрыть. Туда тебе вход... Мне же теперь двери придётся закрывать. Это абзац был. Делаем, короче, одну лужайку. Надеюсь, тебе её будет достаточно. Блин, вообще делать её нет? Я её смогу потом перенести? Не знаю. Полить лужайку, чтобы трава росла. Думаю, что тебе хватит. Кстати, я могу его обстричь. Ножницы. Чё там для ножниц-то нужно? Пойду посмотрю в своём умном рабочем столе. Нет, желёзного слитка нет. Чё ты там бекаешь? Не бекай мне. Мы сейчас облегчим твою ношу. А мне будет теплее. Я себе одёжку сделаю. А как бы лето, а ты на острове, море, да? Надо отдыхать. А ты всё в одежде, да в одежде. Давай я тебя состригу. Да блин, на ручки не надо ко мне. Во! Шерсть имеется. Ну скажи же, кайфец, да? Ну по кайфу вообще. Вот лужайка, кстати, у меня выросла. Травка имеется. Буду делать одежду. Во! Гляди, кожаные наголейники, наплечники, каска и рюкзак. О, рюкзак. Вот что я хочу. Рюкзак нам очень нужен. Итак, посмотрим, что там нужно для рюкзака. Четыре кожи и шесть шерстей. Многовато надо. Посмотрим, что у меня тут по сырью. Два кубика. Пошли на вечернюю охоту. Будем ловить курицу. Цепа, 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 цепа. Я знаю, что ты где-то тут носишься. Цыплёнок. Вон он. Кажется, это он. Блин, как он далеко. И в этих листах здоровенных его же даже не видно. Интересно, а получится у меня его так поймать? Ручками. Сейчас, вначале ручками... Да нет, он слишком быстро бегает. Ты что? Я слишком стар для этого. О, отличный момент был. Надо было стрелять, а я ваплю давлю тут. Так, он же должен... Месье, побегите ко мне. Ко мне, побегите по мне. Не, он не ловится так. Так не ловится, слушай. Вообще никак. Куда это ты побежал? Возвращайся ко мне наверх. Наверх побежишь? Так, значит, он сейчас сюда побежит. Ох, пустую. Пустую, мимо. Очень мимо. Последний заряд. Надо не проворонить. Так, он сейчас должен побежать ко мне. Е-е-е-е, поймался. Ну что, пойдем. Пойдем. Как мы тебя назовем? Просто цыпа. Цыпа. Готово. Какие у тебя глазеньки. Зеньки. Так. От третьего лица я несу ее как будто раненую подружку. Выглядит это довольно мило. Кабан счастлив. У нас тут с курицей подводное плавание. Как это странно выглядит от третьего лица. Просто капец. Курица, по-моему, уже сдохла. Лама. А ну отойди от двери. О, смотри. Подруга. А где подруга? Блин. Дверь открыл. Куда курица убежала? А, стой. Стой. Фух. Так. Да блин, почему ты... Почему ты ложишься? Господи, сколько с этими детьми проблем. Лама что-то ходит, как будто... Что ты такая? Что ты голову склонила? Что не так? Еда у тебя есть, вон, лужайка, смотри, какая. И у нас здесь еще прессованный мусор, два клубка. Побежали в мебельный покупать шкаф. Ну что, ларечек, ты готовь разориться на мебель? Значит, продаем наши креветочки, две штучки. Острый карп. И, в принципе, у меня всего хватает, чтобы купить шкаф. Эй, позволяет менять цвет одежды. Нафига мне цвет одежды, я хочу туда складывать ресурсы, сырье, минералы. Блин, надо было вначале почитать, а потом... Так, хорошо, компас указывает на север. Может, клаксон тогда уж, дядь. Ладно, хотел шкаф, покупай шкаф. Фиг с ним. Пойду поставлю дома у себя. Товарищи, друзья, цыпа... О, цыпа там уже яичко снесла. Лужайка норм. Яичко есть, можно его кушать. Наконец-то я смогу делать с утра омлетики. Блятики. Лама у нас вроде и воспряла духом, потому что завелась подружка цыпа. Мне сейчас нужно определиться с местом под мой плательный шкаф. Ничего себе. Ладно, пока руля нет, пускай шкаф стоит вот здесь, посерединке. Ох, ёлки-палки. Ну, смотрится зачетно. Открываем. Оу. Оу, да я теперь переодеваться могу, а не просто цвет менять. Ну, круто. Давай вот зелененький. Ну-ка. Кабанчик в зелененьком. В клеточку. Е-е-е. Ну, я же теперь просто красавчик на районе. Ну, что хочу сказать. На сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. И тогда мы вновь с тобой увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.